А знаете ли вы, что отвечать на фразу Everything but the kitchen sink? Скажу сразу, что к раковине это не имеет никакого отношения, так как это одна из десяти идиом, которые стоит знать каждому. Серьезно, напишите в комментариях перевод, выясним, как много из вас знают эту фразу. И кстати, мы тут разговаривали с Максом, да-да, с тем самым Максом, который «Верните Макса!» И он сказал, что согласится снять для вас несколько интересных роликов, если только этот ролик наберет больше тысячи лайков. Это не шутка и не розыгрыш, вы знаете, что делать. А сейчас ловите десять идиом, которые встречаются в английской речи довольно часто. Напишите в комментариях, какая из этих идиом вам понравится больше всего. A chip on your shoulder. Буквально, чип или кусок чего-то на твоем плече. Нет, это не означает, что на ваше плечо упал обломок чего-то. To have a chip on one's shoulder означает обиду за прошлую неудачу, как будто пройдя через разрушенные здания, обломок от него остался с человеком на долгие годы. Например, There's a chip on your shoulder, girl, and by God, it'll make you fall. There's a chip on your shoulder, girl, and by God, it'll make you fall. В тебе говорит обида, девочка. И ей-богу, она погубит тебя. Или У меня есть и проблемы, и старые обиды. Вторая идиома Буквально, это означает Укусить больше, чем можешь переживать. Наверное, с этим сталкивались все на карантине. Представьте, что вы откусываете огромный кусок бутерброда, и в результате не можете двигать челюстями, чтобы его переживать. Или Берете на себя больше, чем то, с чем можете справиться успешно. Именно это означает идиома Bide off more than you can chew. Например, I've bitten off more than I can chew, you know. Знаешь, я взял на себя больше, чем могу унести. Или Не бери на себя больше, чем можешь сделать, Стивен. И вам мы тоже советуем не брать на себя то, что вы не сможете унести в отношении английского. К изучению языка нужно подходить организованно, взвесив все свои возможности. А школа English Show? Ну а что мы? Мы всегда готовы вам в этом помочь. Подготовка к любому экзамену, обучение с преподавателем, с носителем языка, личные, групповые занятия, книги, брошюры для самостоятельного изучения языка. Все это и многое другое мы создали специально для вас. Переходите по интересующим вас ссылкам в описании и записывайтесь на бесплатный урок. И после него вы поймете, какой вариант обучения подходит для вас больше всего. Следующая идиома You can't take it with you. Буквально, ты не сможешь ничего взять с собой. Смысл этой идиомы в том, что вы не можете забрать с собой что-либо, когда умрете. Поэтому не стоит сосредотачиваться на том, чтобы копить очень много денег или беречь вещи для особого случая. You can't take it with you. Призывает жить сейчас, потому что в итоге ваши вещи вас переживут. Because it ain't like you can't take it with you when you go. Это не такая вещь, которую можно унести с собой. Следующая идиома Everything but the kitchen sink. Вы уже написали его перевод в комментариях? Да-да, это та самая идиома из начала видео. Буквально она переводится Все, но не кухонный умывальник. Это выражение означает, что почти все было упаковано, взято, украдено. Если кто-то говорит The thieves stole everything but the kitchen sink. Это означает, что воры украли все, что могли с собой унести. Because they put in everything but the kitchen sink. Because they put in everything but the kitchen sink. Потому что они положили все, что можно было. Over my dead body. Буквально над моим мертвым телом. Как-то много идиом, связанных со смертью у нас. Эту фразу поймет большинство из нас. Идиома, который имеет тот же смысл, что и русское выражение. Только через мой труп. You'll get that strawberry over my dead body. Are you really willing to die? You'll get that strawberry over my dead body. Ты получишь эту клубнику только через мой труп. Tie the nut буквально означает галстук, узел. Значение – пожениться. Фраза осталась от традиции связывать молодоженам руки лентой, чтобы их жизни были скреплены вместе на долгие годы. Come on, girl, let's tie the nut. Детка, давай поженимся. То есть русская передача «Давай поженимся» скорее всего в Америке называлась бы Let's tie the nut. Don't judge a book by its cover. Дословно эту фразу можно перевести как «Не судите книгу по ее обложке». Ее используют в случаях, когда хотят объяснить, что вещи не всегда являются такими, какими они кажутся на первый взгляд. И даже если первое впечатление не было положительным, иногда следует дать еще один шанс. Never judge a book by its cover, honey. Never judge a book by its cover, honey. Не все так, как кажется на первый взгляд, дорогая. When pigs fly. Буквально, когда свинья полетит. Эта идиома похожа на нашу фразу, когда рак на горе свистнет. Только с другим героем, со свинюшкой. Идиома означает «никогда». It's a beautiful thing when pigs fly. Это красиво, когда свиньи летают. То есть пример означает «это красиво, но это невозможно». А вы любите идиомы? Лично мы обожаем их, так как с их помощью можно покопаться в языке и познакомиться с особенностями народа, который придумал эти странные выражения. Практически у каждой идиомы есть своя история. Можете загуглить. А я, например, часто рисую в голове картинку того, что означает «та или иная идиома», а рядом картинку буквального перевода. И так их легко запомнить. Именно поэтому в нашем инстаграме мы часто публикуем очень много хороших идиомов. Есть чем дополнить? Пишите свои любимые, ну или не очень, идиомы в комментариях. А еще не забудьте пройти тест по ссылке в описании, чтобы закрепить материал. Субтитры сделал DimaTorzok